Дамы и господа, на новом канале Стэндап Шоу! Из столицы юмора, города-героя Одессы! Каждую неделю, один на один с микрофоном и самой привередливой публикой, бесстрашные комики из разных уголков страны. Их самые горячие шутки и самый честный юмор. У него есть черная кожаная куртка и собственный микрофон. Именно поэтому он и стал ведущим Стэндап Шоу! Дамы и господа, встречайте! Андрей Шабанов! Добрый вечер! Я действительно Андрей Шабанов, как вы только что услышали. И добро пожаловать на Стэндап Шоу! Стэндап Шоу на новом канале — это единственное место, где за стэндап-комедию платят деньги. Мы в конце сезона собираемся самому смешному стэндап-комику Украины дать 50 тысяч гривен! Я уверен, что наши комики уже посчитали, придумали, как они потратят эти деньги. Кто-то сможет наконец-то скинуться на домофон. Кто-то купит 4237 долларов США. Ну что ж, если вы готовы, то тогда давайте начинать Стэндап Шоу! Ну а на сцену уже рвется наш первый алчный претендент. Друзья, встречайте! Максим Коновал в Стэндап Шоу! Вы хотите знать, как часто шутит Максим Коновал? У нас нет ответа на этот вопрос. Но, согласно легенде, каждый раз, когда Максим шутит где-то на земле, рождается китайский мальчик. Недавно закончилось лето. Знаете, я обожаю общаться с людьми, которые возвращаются со своего летнего отдыха, потому что они все заряжены такими позитивными эмоциями. У них куча каких-то историй. Знаете, такие люди, которые возвращаются с отдыха и рассказывают, ой, хорошо, отдохнули, хорошо. Единственное, что хозяйка квартиры немного обманула, сказала до моря 15 минут, а оказалось, а оказалось, в Чернигове нет моря. Действительно, кто бы мог подумать? Или, знаете, есть такие люди, которые приезжают с отдыха и говорят, элегантно отдохнул, просто элегантно, без телефона, без ноутбука, даже без часов, все на вокзале украли. Есть так называемые туристические псевдопатриоты, которые никогда не были за границей, но все равно говорят, «А шо мне та за граница? Шо мне этот Таиланд, Кипр, Греция, Турция? Шо мне, а не что?» Взял путевочку в Херсон, точно так же отдохнул. Слушайте, от таких людей можно услышать все, что угодно. «Ой, а вода какая в Херсоне, как парное молоко. Теплое, белое, жирное. Пленка плавает. Ты купаешься. Котик эту воду лыкает. Хорошо». И, конечно, есть люди, которые приезжают с отдыха и считают своим долгом чему-то тебя научить, чтобы ты не повторял их ошибок. Знаете, такие люди, которые приезжают с отдыха, говорят, «Ну, отдохнули, в принципе, неплохо. Единственное, что последних три дня уже реально домой хотелось. Потому что пить семь дней до хати — перебор. Вот четыре оптимально. Вот на четыре дня и бери отдых». И, конечно же, есть такие парни-ловеласы, которые приезжают с отдыха и хвастают своими любовными похождениями. Знаете, таких людей, которые возвращаются и говорят, «Ой, там давал жару. С одной помутил, она уехала. С другой помутил, она уехала. С третьей помутил, она уехала. Потом ко мне уже пацаны подходили, говорили, «Можешь с моей помутить, чтобы она уехала?» И знаете, на отдыхе любой человек, даже самый правильный, дает выход всем своим вульгарным, отрицательным и пошлым позывам. И это как бы абсолютно нормально, потому что ни один человек на отдыхе не ведет себя лучше, чем в реальной жизни. Если человек и в реальной жизни начинает утро с бутылки водки и яичницы, а потом идет насиловать женщин, то и на отдыхе он себя сдерживать не будет. Просто ему же нужно что-то рассказывать своим друзьям-педофилам, когда он вернется. И знаете, больше, чем сами отдыхающие, меня поражают люди, которые обеспечивают этот самый отдых, то есть местные жители, которые как бы должны делать все самое лучшее ради тебя. Но знаете, бывает, ты снимаешь у какой-то женщины дом в частном секторе, и она тебе говорит, «Молодой человек, только я вынужден вас предупредить, у нас стоит бойлер, поэтому вода у нас такая, летняя». Просто, что значит летняя? У тебя, женщина, холодная вода. Почему она решила, что, назвав холодную воду оттенком пары года, она сделала ее более привлекательной в моих глазах? И почему тогда жест не берет на вооружение эту фишку? Почему на подъездах не пишут, «С 1 по 15 августа в вашем доме будет отсутствовать горячая вода, но не волнуйтесь, летний будет дохерища». И знаете, у меня складывается такое впечатление, что все девушки, все девушки мира приезжают на отдых с одной единственной целью, потому что сразу по приезду в отель девушка бросает все свои вещи, переодевается в купальник, хватает тебя за руку, тащит с собой на пляж, дает тебе там фотоаппарат, заходит по щиколотку воду и делает эту самую фотографию. Все, после этого можно ехать домой. Новая аватарка ВКонтакте есть. И знаете, я сам из Минска, поэтому для меня сейчас лучший отдых — это поездка в Минск. И когда я последний раз возвращался из Минска в Киев, со мной произошла достаточно забавная история. С утра я заехал на ЖД вокзал, оставил вещи в камере хранения, вечером приезжаю забирать свою сумку, ко мне подходит носильщик, и то ли у него в тот день болело горло, то ли что-то в этом духе, но он мне говорит, «Что у вас?» Мне эта ситуация показалась забавной, я говорю, «Черная сумка». Он говорит, «Шетон с собой». Я говорю, «Сначала деньги». Он говорит, «Просто мне горло болит». Я говорю, «У меня предупреждали, что вы будете так говорить». Он разозлился, забрал мой жетон, отдает сумку, говорит, «Все, идите отсюда». Я отошел, постоял пару минут в стороне, потом возвращаюсь к нему, говорю, «Там не хватает трех тысяч, у тебя сутки». Спасибо, приятного отдыха. Максим Ганова, «Стендап шау». Неплохая заявка на победу. Про нашего следующего комика я могу сказать только одно. В буквальном смысле одно слово. Король. Встречайте, друзья, Свят Загайкевич, король стендапа по версии Свята Загайкевича. Свят Загайкевич в стендапе уже очень давно. Настолько давно, что свой первый стендап Свят рассказывал самим Тираннозавру. Кстати, по слухам, и вымерли они не от метеорита, а со смеху. А вот Свят продолжает выступать уже на сцене нашего стендап-шоу. Ва-ва, всем привет, салют. Вижу, хлопаете руками. Отличный выбор. Отличный выбор. Знаете, у меня сегодня очень праздничное настроение, и я не под чем-то. Просто, знаете, хорошее настроение. Потому что прочитал буквально сегодня с утра такую новость, что Украина выпускает смартфоны собственного производства, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Как же? Как же могли назвать наши витчизняне гаджеты? Ну, конечно же, Карпаты. Вот это название. Второй музыкальный смартфон Трембита. Samsung, HTC, LG, потеснитесь. Скоро Карпаты и Трембита зайдут на рынок. Мало того, они анонсируют первый планшет. Олунына. Но в чем фишка? Особенностью наших смартфонов будет то, что корпус у них будет полностью из дерева. Я уже вижу проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи. Что это у тебя там? Там, блин, у меня андроид, тут вирусы. Вирусы. У меня термиты завелись. Вот это проблема, блин. В парке сидел дятел чуть два раза, смартфон не унес, блин. Ты говоришь, вирусы. Зарядку не знаю, какое дупло вставлять, блин. А ты говоришь, вирусы. Но, знаете, тем не менее, у меня все равно праздничное настроение. Вообще, меня зовут Свят. Так что для меня каждый день праздник. Именно об этом я хочу поговорить. О таких специфических праздниках. Вот один из моих любимых. Это День поддержки жертв преступлений. Чтобы прониклись этим праздником, давайте представим такую ситуацию. Что какого-нибудь политика, не будем называть имен, просто какого-то абстрактного политика, взяли в заложники и изнасиловали в грубой форме албанские террористы. Тут вы можете задаться вопросом, почему именно албанские террористы? Все очень просто. Кто что-нибудь вообще знает про албанских террористов? Отлично. Я тоже ничего. Именно поэтому можно предположить, что именно этим они и занимаются. Насилуют политиков. Понятно, что политик отнекивался, он говорил «Ни-ни, не треба, тильки не мини!» У албанца говорят «Кому как не тебе! Ты тут один с албанским акцентом размовляешь!» Реально, давайте представим, что такой ужас произошел. Понятно, потом набежала охрана, всех завалили, и наш герой остался жив. Но это тяжелая травма для него. Потом алкоголь, наркотики, проституция. Он был на грани суицида, курсы реабилитации, и вроде бы все, прошло. Вроде забылось, как страшный сон. И вот он просыпается однажды прекрасным февральским утром и слышит крики митингующих у себя под окном. Он выходит на балкон, а там целая толпа людей, все с транспарантами, кричат речевки. «Ничего страшного! Один раз не рахуется!» Мы пометаем его, как ты отстоял перед албаньцами за нас усих. Не очкуй! Не очкуй! Что скажешь? День поддержки жертв преступлений. Помним, любим, поддерживаем. Вообще праздников такое множество, что про все даже не вспомнишь. День шоколада, день туалета, день согласия с действительностью. Согласны? Но еще один мой любимый это день пирата. Это когда все одеваются как пираты, ведут себя как пираты и разговаривают соответственно. У нас пока такого праздника нету, но я думаю, все помнят, что такой штуки как Хэллоуин у нас тоже буквально 10 лет назад еще не было. Я уже представляю, как у нас будут праздновать день пирата. Заходит завсегдатый наливайку. Люся! Черепаха у меня в сраку! А ну-ка плесни портвишку кружечку, а то в горле как будто морские дьяволы все пересушили. Еще буквально несколько недель назад на Свято Загайкевича никто не делал никаких ставок, но последние несколько недель изменили расстановку сил. Посмотрим, что будет дальше. или как бы люди катались на маршрутках в этот день. Капитан, рыбу пилу мне в почку! Эта шхуна идет на Троещинской гавани! А то я не на тот баркас сел, так совсем с фарвата разбился. Ну или, например, как бы вели себя гопники в этот день. Ха-ха! Ха-ха! Я ему говорю, ты с какого берега? Ха-ха! Ха! Салага! А ну, бросай якорь! Есть бутылка письмо отправить? Нет? Вовчик, подержи миди! А ну, морскую звезду мне в ноздрю! Восемь медяков на пиво есть? А ну, попрыгай! Ах, медузу мне в штаны! Вот так вот, друзья! Напоследок хочу сказать, что не забывайте, что жизнь — это праздник, а праздник — это всегда нервы. Будьте здоровы! Спасибо! Это был Свят Закайкевич, стендап-шоу. Человек, который может все в буквальном смысле этого слова, ведь он эльф семидесятого уровня. Далее, в стендап-шоу непризнанный гений стендап-импрессионизма. Его имя слишком известно для того, чтобы его называть. Встречайте! Кирилл Сиэтлов очень необычный стендап-комик. Ведь, как любит рассказывать сам Кирилл, однажды, проходя тест Роршаха в одной из картинок, он рассмотрел смысл жизни. И сейчас Кирилл каждую неделю поднимается на сцену стендап-шоу, чтобы поделиться этим смыслом со всеми остальными. Добрый вечер! Здравствуйте! Ура! Привет! 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 Кто зарегистрирован в Инстаграме? Кто там есть? Похлопайте просто! Похлопайте! Ура! Я тоже там есть! Я есть в Инстаграме! Найдите меня! И все! Я мало того, что зарегистрирован в Инстаграме, у меня еще на телефоне стоит специальное приложение, которое работает так. Если лайкаю какую-то фотку в Инстаграме, она у меня становится обоими на телефоне. Но это удобно, как бы не надо искать новые обои, все время какие-то новые красивые фотографии, которые я сам же и выбрал. Как бы все здорово. Но так получилось, что я был подписан на подругу-подруги моего друга, у которой дети, маленькие дети, то есть год и три года. И она выложила их фотку. Мимишная, милая фотка. Естественно, все ее разлайкали, я ее тоже лайкнул. И через несколько дней у меня деловая встреча в ресторане. Человек, с которым я встречаюсь, крутит в руках мой телефон. Он заблокирован. Крутит, крутит, случайно разблокирует его. Видит на обоих фотографию двух детей. Спрашивает, «Твои?» Я говорю, «Нет». Он такой. Я говорю, «Просто понравились». Твиттер. Может, слышали про Твиттер? Твиттер. У многих он есть, но мне кажется, что Твиттера нет только у тех, кому он реально нужен. Я уверен, что Твиттер создан для моей бабушки. Для бабушек вообще, да? У меня единственного бабушка, которая входит в комнату с предложением, типа, «Сварила варенье», «Погода хорошая». Мне кажется, все ее состояния уложатся в 140 символов идеально. И более того, это узнают другие люди, но не я. Мне это неинтересно. Я не хочу никого задеть, как-то это... Ну, извини, бабушка, да. Но, ну, действительно, мне как-то... То есть, пусть кто-то другой читает, пусть тебя зафолвят, пусть назовись как-то аккаунт «Олд», «Рашн», «Грэнни», и ты будешь просто рвать чарты. Там есть в Твиттере аккаунт «Пня» и аккаунт «Белки». И пень каждый день постит. Знаете, я пень, я пень, я пень. Может, он сделает репост моей бабуле. И... Может быть. Давайте про геев. В некоторых странах мира легализованы гей-браки. Это вот факт. Но я выяснил, что ни в одной стране, где они легализованы, они не называются реально браками. То есть, слово «брак» как бы приберегают для мальчиков и девочек. Гей-браки везде называются как-то по-другому. То есть, например, в Германии это называется гражданское партнерство. То есть, если два дяди вместе, это они как бы гражданские партнеры. Но дети-то во всех странах разные. То есть, мне интересно, в Германии дети как на улице кричат? То есть, «Вадь, давай кидаться камнями!» «Нет!» «А, гражданского партнера» ответ. Пару слов о себе. Во мне два метра роста. Во мне, правда, два метра роста. То есть, издалека я могу казаться меньше. Это перспектива. Она так работает. Это нормально. Во мне два метра роста. И два метра — это идеальный рост, чтобы знакомиться с новыми людьми, чтобы дружить с кучей людей, чтобы выступать на сцене перед сотнями людей, несмотря на то, что у тебя перхоть. Это правда. Ну, то есть, главное — не сгибаться, не наклоняться. Когда мы идем с друзьями, у меня развязали шнурки, они говорят, «Кирилл, что ты не завяжешь?» Я такой, «Я балагур!» А потом забегаю в Макдональд, закрываюсь и завязываю. Я как-то раз под Новый год ехал в метро и взялся за поручень и как-то неуклюже вот так провел по голове и посыпалась, знаете, на человека, который сидел. Прямо и он поднимает на меня лицо и говорит, «Не сыпьте на меня свою перхоть!» А мне так обидно! И я говорю, «А это не перхоть, а это Рождество!» Я ношу, видите, обувь. Вот. Кто? Похлопайте, кто носит ботинки. Похлопайте. Ура! Я каждый раз, когда прихожу домой и разуваюсь, я думаю, надеюсь, у многих мужчин так же. Я вот снимаю ботинок и рукой могу прощупать, что под большим пальцем, знаете, такая небольшая ямка образовалась. То есть он как-то, я не знаю, ногтем или как-то, но он вот выскабливает ботинок. То есть там ямка под большим пальцем, и она все больше и больше с каждым днем. И я понял, что большой палец роет под коп просто. И рано или поздно я снимаю ботинок, придя домой, а у меня нет большого пальца. Знаете, я смотрю внутрь ботинка, а там на месте, где был большой палец, маленький женский эротический плакат. Я его поднимаю, и там такой ров. И где-то далеко из точных вод вылезает мой большой палец, такой, да! Потому что у больших пальцев есть легенда, что нельзя выбраться с ботинка. Я вот очень честный по отношению, то есть к себе, к всему, что я делал. Вот получилось странное выступление. Я говорю, да, оно странное. Я уверен, что моя честность меня до добра не доведет. И закончится это как-нибудь так, что я прихожу на страшный суд, и знаете, ко мне выходит ангел, и такой, Кирюха, так вышло, все сервера слетели. Вообще не знаем, что ты делал по жизни. Вообще не знаем. Ты грешил, не грешил, кто ты, мы не знаем. Ты грешил, просто скажи, да, нет. И я думаю, ну блин, надо честно же сейчас, надо как бы проверка, да? И я такой, ну грешил. Он такой, ну в ад. И я, знаете, иду в ад, в этот момент, в этот же кабинет входит Вася. Ну Вася, а он ясно грешил вообще. Входит Вася, и его спрашивают, Вася, а ты грешил? Он такой, нет. и в рай пошел. И вот стоим мы с бабкой в аду, а там в аду так, там, знаете, там бабки, им не уступают места, они злятся, и давка, вот, все это под землей. И, в общем, мы стоим с бабкой в аду, смотрим вверх на Васю, и бабка мне такая говорит, Кириш, все-таки вот ты правильно сделал, чтобы правду ты сказал, а вот Васе ему потом воздастся. все, спасибо большое, на сегодня это все, меня зовут Кирилл Сиэтлов. Кирилл Сиэтлов, друзья, автор целого направления в стендапе, комик, чья борода подумывает баллотироваться в президенты Монголии. Наш следующий комик как-то рассказывал мне, что его в детстве часто били одноклассники. Ну, чем чаще они его били, тем больше он придумывал шуток, и так этот порочный круг привел его к нам в стендап-шоу. Встречайте, Женя Кожевин в стендап-шоу! На сегодняшний день Женя Кожевин самый взрослый участник стендап-шоу. Правда, он предпочитает формулировку самый сексуальный. Человек с таким же острым юмором, как и его подбородок, сегодня на сцене стендап-шоу. Всем привет! Здравствуйте! Рад вас видеть! Такие все румяные, симпатичные, классные. Хотел с вами поговорить сегодня о здоровье. Сложно быть здоровым человеком, просто сложно. Прямо, чтобы быть здоровым, нужно прилагать какие-то усилия. Особенно, я не знаю, как у вас, у меня в стране, например, точно. Потому что само понятие «быть здоровым», оно немножко размазано. Люди совершенно по-другому воспринимают сейчас вот это «быть здоровым». Потому что я сталкивался с такой ситуацией, когда они говорят, «Женя, будешь пить?» Я говорю, «Нет, я не пью». «Болеешь?» «Нет, просто не пью». «Да ладно, болеешь, да, чем-то? Что-то случилось у тебя?» «Нет, просто не пью». Серьезно, ведь у нас в стране самым здоровым считается тот, кто больше всех пьет. Типа, «А, вы вчера в четыре часа вырубились, а я еще пивка шлифанул. Вот это здоровье у тебя! Вот это здоровый парень!» Когда меня спрашивают, «Женя, ты считаешь себя здоровым человеком?» Я говорю, «Ребята, я родился в Нижнем Тагиле». Нижний Тагиле — это такой город типа Припяти, но там все еще живут люди. Много заводов, много труб, много всякого дыма, есть свои плюсы, я выучил цвета радуги. В Нижнем Тагиле принято на фразу «Будьте здоровы» просто смеяться в лицо. Типа, «Общи, будьте здоровы!» Сложно, правда? Серьезно? Не знаю, как у вас. В нашей стране очень сложно быть здоровым. Вообще, в принципе, сложно быть здоровым в стране, в которой по телевизору передачу о здоровье ведет Елена Малышева. Я вообще не понимаю, как психически нездоровый человек может рассказывать мне о здоровье. Чувак! Ты так посмеялся, как будто участвовал в ее диких экспериментах вот этих вот. Там был один раз костюм, но этого, с этим, это не ты? Окей. Елена Малышева. Это женщина, которая советует вам «У вас бородавка? Натрите ее соком ежей». Серьезно? Что за бред? Врачи. Врачи постоянно мешают тебе быть здоровым. Только ты думаешь, что ты здоров, как врач тебя легко в этом переубедил. Кто здоровый? Вы? Пф! Ой, не смешите меня, у меня подагра. Ты приходишь к врачу за справкой и уходишь от него с диагнозом. Причем каким-нибудь страшным диагнозом. Говоришь, что у меня? У вас острый хронический ренит в инкубационном периоде. И ты думаешь, мне п***ть. Звонишь, все, говоришь, оформляйте завещание, идешь в аптеку, подаешь фармацевту вот этот рецепт, который он тебе дал, фармацевт берет, говорит, так, вам что-то от соплей, да? А, у меня сопли. Алло, отмените завещание. Да, но если меня кто-то спросит в субботу, то у меня острый хронический ренит в инкубационном периоде, да, забудьте вообще про меня. Недавно в нашей отечественной российской бесплатной медицине произошла революция. Ну, как революция, так, бунт. который тут же был подавлен ленью и коррупцией. Но, на самом деле, там, есть свои плюсы. Теперь, например, чтобы попасть к врачу, необязательно стоять длиннющая очередь в регистратуре. Достаточно просто зайти в интернете на сайт, записаться к любому врачу, вообще к любому. Ну, правда, потом придется отстоять небольшую очередь в регистратуре, чтобы взять талончик по своей записи. Но это уже никого не волнует, это нормально. И, вы знаете, вот эта вот революция, она вот апгрейд этот, он произошел очень по-русски как-то. Как-то вот, все равно, что ты покупаешь себе новый, супер мощный MacBook Air Pro 5000 супер, все, что можно, и ставишь на него 98-ю винду. Как бы все работает, но через старую жопу. Мне пришлось некоторое время назад помотаться по больницам, у меня были проблемы со здоровьем, кого я удивил. И я понял разницу между бесплатной и платной медициной. Знаете, в чем она? Бахилы. В бесплатных клиниках они платные, в платных бесплатные. Понимаете, чтобы была гармония, равновесие такое в мире. Ну еще, чтобы когда ты в платной клинике вдруг начнешь возмущаться, что, 5000 за анализ кала? Это что за гармония? Тебе сказали, чувак, а ты платил за бахилы? Нет. А что ты хочешь? Именно поэтому в бесплатных клиниках вас посылают от врача к врачу, от клиники к клинике, чтобы вы покупали и покупали бахилы. Вся бесплатная медицина держится на продаже бахилы. Я думаю, что вот частью этой революции была какая-то сходка врачей, на которую приехали все врачи, и там постановили, типа, так, теперь в платных клиниках будет новейшее оборудование, вежливый персонал и никаких очередей. И тут стоят бесплатные врачи, говорят, подождите, подождите, а у нас что? А вам мы разрешим продавать бахилы? Я говорю, ес! Мы спасены. И еще подворовывать спиртом. Да вы сегодня барин просто какой-то! Ребята, не болейте, будьте здоровы, Жень Кожевин, я закончил. До свидания. Женя Кожевин в стендап-шоу! Вы знаете, наш смехолайзер, он знает, что надо замерять уровень смеха, а не уровень аплодисментов, поэтому я могу еще раз попросить вас поаплодировать Жене Кожевину. Ну, надо все-таки болеть человек. Между прочим, Женя Кожевин мечтает посвятить всю свою жизнь путешествиям, но пока что его мечтам препятствует подписка о невыезде, которую он подписал здесь, поэтому и выступает в стендап-шоу. Это стендап-шоу, и мы продолжаем. Когда на собеседовании этого стендап-комика попросили рассказать о себе немного, работа в офисе была сорвана на два часа. Встречайте! Николай Тисенко! Николай Тисенко один из самых образованных стендап-комиков в нашем шоу. Неудивительно, ведь у него за плечами два диплома о высшем образовании и одна тайна о том, в каком переходе он их купил. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Всем привет! Привет! Ой, так много девчонок сегодня! Ах! Все красивые, все нарядные. Девно меня подвозила девушка, знакомая, за рулем. Знаете так, перед перекрестком без светофора неуверенно останавливается. такая, знаете, робкая кобра. А если он начнет играть на флейте, а я не готов. В общем, останавливается, я говорю, что ты езжай смело, вот же, вот же знак, у нас главное, все, поехали. Она говорит, я вижу, что у нас главное, просто я же не знаю, какой знак там с его стороны. Вдруг у него тоже главное. Что? То есть, по-твоему, в автошколе, кроме ПДД, еще на теорию вероятности преподавать. Но на самом деле я не успел это сказать. Вот что, она посмотрела так на меня и говорит, что ты на меня так смотришь? я же не виновата, что я не такая умная, как ты. Вот женщины, как вы это делаете? Машиной управлять не можете, а мужчиной запросто. Серьезно, вот всеми мужчинами можно управлять с помощью лести, я понял. Чтобы вы понимали, насколько все плохо, я знаю, что мне льстят, но все равно на это ведусь. И мой мозг в этот момент выглядит вот так. нас обманывают. Нас обманывают. Нас обманывают. Что, я правда лучше всех перебортовываю колеса? Ну ладно, я так и быть заеду к тебе перебортирую колеса. Куда? В жмеринку? Ну да, я же лучше всех ориентируюсь в области. Понимаете, мы тупеем со временем. Я... Я вот это пел, видите? Серьезно, это... Так и есть. Просто мужчины, чем им больше льстят, тем больше становятся похожих на детей. Что это такое? Коля у нас умненький. Коля умненький. Коля правильно одел носки. Понимаете, вы даже можете нас оскорблять под видом лести. Вот это... Что это за фраза? Ты не жирный, ты просто в теле. Дорогая, в этот раз ты не права. В этот раз тело во мне... просто только что заживал нерасторопному мальчушку. Я не виноват, у него свитер карамельного цвета. Я, знаете, я задумался, в чем дело. Все дело в добрых мамах. Потому что, когда я рос, папа говорил, ты посмотри, как у нас дрищ растет. Мама говорила, он не дрищ, он просто умный. Блин, это не взаимозаменяемые вещи. Чувак, у тебя нет квартиры, зато я ем майонез. Просто в школе девочки любили сильных мальчиков. Умных мальчиков любили только учителя. Такие девочки за 50. Знаете, этим не особо похвастаешься перед одноклассниками. Типа, я вчера на литературе так стихотворение рассказал. С выражением. Марина Львовна просто обомлела. А когда узнала, что я слово обомлела, знаю, вообще х**ла. Ну, знаете, самое сложное, что когда ты вот через твое не очень спортивное тело, не сразу проглядывается, что ты умный. И девушку, которую ты не знаешь, сложно заинтересовать. Девушка, добрый вечер, разрешите с вами познакомиться. Подожди, ну куда ты? Постой. Слышь, я умный. Я умный. Твой класс психологических поведений не имеет источников в отдельном индивидууме. Слышишь? Слышишь? Слышишь, спасибо большое. Николай Тисенко в стендап-шоу. Человек, который всех своих девушек записывает в отдельную тетрадку. Правда, пока что тетрадка просто подписана. Однажды этот участник спал 18 с половиной часов. Да уж, так себе неделька. Встречайте, Данил Белый в стендап-шоу. Данил особенный парень, ведь он любит поговорить после секса. Да и вместо секса тоже любит поговорить. Встречайте, Данил Белый. Аплодируйте, пожалуйста, те, у кого были отношения долгие, вы расстались после них. Вам очень повезло. Расставание — это самая крутая часть отношений. Но самое странное, вот люди после расставания почему-то начинают друг другу уделять больше внимания, чем когда-нибудь были вместе. Вот вы расстались, да, и вы мониторите странички в соцсетях друг друга. Причем вы все ассоциируете с собой. Такие, знаете, социальные сетевые знаки. Вот она добавила грустную песню. Да, скучает, по-моему. Поняла, что потеряла, но слишком поздно. Или, знаете, парни, вот вы листаете ее стену, а там какой-то парень, да, лайк поставил или песню скинул. Ах, ты ж сучка, вот ты с ним не изменяла, да, все эти годы. Ну-ка посмотрим его страницу. Андрей, да, Тернополь, еще и женат, еще и дети есть. И вас это не останавливало. И знаете, после расставания парни обычно начинают самосовершенствоваться. Вот они идут в качалку, да, начинают ходить. Все начинают качаться. Но это не для того, чтобы путем тяжелых физических упражнений заглушить боль. Это ради пары фотографий. Таких фотографий, на которые она посмотрит, «Боже мой, что я потеряла?» А вы такой «Да, смотри, скоро это тело станет идеальным, но оно никогда уже не будет твоим. Страдай». Среди вас наверняка есть такие люди, которые после расставания говорили «Я хочу, чтобы она была счастлива». Чушь. Никто не хочет, чтобы она была счастлива. Все хотят, чтобы она звонила, писала, страдала, хотела вернуться. И для каждого парня, и для каждой девушки было бы здорово, если бы ее бывший, его бывшая увидела его в лучшем свете, каким классным он стал. Но этого никогда не произойдет. Знаете, парни, когда вы встретите свою бывшую, когда она вас встретит, когда вы будете идти после неудачной стрижки, потому что только поменяли мастера, когда вы будете возвращаться с турбазы, в грязном спортивном костюме, у вас засалены волосы, от вас маняют костровым перегаром, тогда вы ее встретите. Когда вы будете стоять и есть шаурму, и из пакета, когда этот последний кусочек, знаете, высасывать жиром, вот тогда она вас встретит. И знаете, единственный шанс для вас, парни, это если вы встретите ее раньше. Причем, если вы встретите ее как раз после чистки лица. И вы знаете, недавно у меня был такой случай. Моя бывшая выиграла один крупный конкурс красоты. А стою я, ем шаурму. Здесь из ресторана выходит она. А я не в лучшем свете, я ем шаурму. И я думаю, надо ее выбросить. А там, знаете, такой пол шаурмы, такой кусок прям. Знаете, что такое пол шаурмы? Это ценно. Я не выбросил, правда, на парапет положил. Она подходит ко мне, говорит, привет, привет. Как твои дела? Хорошо, я слышал, ты выиграла конкурс красоты. Она говорит, я слышу, ты ел шаурму. Мы с ней поговорили, все в порядке, она уже уходит. И я так понимаю, она уже в прошлом, а здесь у меня на парапете лежит пол шаурмы. И я наклоняюсь ее поднять, и в этот момент поворачивается она. И вот у меня один вопрос, почему именно сегодня? Ведь я неделю был идеальным, почему ты не видел меня раньше, почему именно сегодня? Друзья, так как будто вы научились сделать какую-то крутую штуку, например, какой-то очень крутой фокус, да? И вы показываете его друзьям. Единственное, что вам остается сказать, блин, отвечаю, вчера получалось. Надеюсь, вам было смешно, а если нет, отвечаю, вчера всем было смешно. Спасибо. Единственный человек, которому из всех зарубежных комиков нравится сам Данил Белый, когда он за рубежом. Ну, а я напоминаю, вы смотрите стендап-шоу. Единственное шоу на телевидении, где мы ищем самого смешного стендап-комика Украины. И в конце сезона думаем дать ему за самое смешное выступление 50 тысяч гривен. Ну, что ж, наступает момент истины. В нашем стендап-шоу интрига похлеще, чем в четвертом сезоне Игр Престолов. Ведь совсем скоро мы узнаем имя победителя. Боже, как же я жду этого момента. Да я школьникам каникул так не ждал, как результатов нашего смехолайзера сегодня. Я уверен, что и наши комики сейчас волнуются сильнее, чем волнуются подростки на дискотеке в пионерском лагере в ожидании медленного танца. Кто же? Кто же из комиков был самым смешным в стендап-шоу сегодня? Я прошу вывести результаты с смехолайзера на экран. Я понял разницу между бесплатной и платной медициной. Знаете, в чём она? В чём? В чём? Бахилы. В бесплатных клиниках они платные, в платных бесплатные. Понимаете, чтобы была гармония, равновесие такое в мире. Ну и ещё, чтобы когда ты в платной клинике вдруг начнёшь возмущаться, что? 105 тысяч за анализ кава? Это что за гармония? Тебе сказали, чувак, а ты платил за бахилы? Нет. А чё ты хочешь? Никто не мог, даже его родители не могли бы предсказать, что он станет победителем сегодняшнего выпуска стендап-шоу. Даже отец, признаться честно, и гривны не поставил бы на победу своего сына. Но наш победитель доказал, что даже родившись в криминальном районе, засыпая под лайпсов, можно стать отличным комиком. Ну а теперь давайте посмотрим на наш смеха-чарт и узнаем, как он выглядит на этой неделе. Ничего себе! На пятой неделе стендап-шоу у нас неожиданная смена лидера. Удачно пошутив про бахилы на первое место смеха-чарта мастерски запрыгнул Женя Кожевин. Теперь он самый смешной. Это было стендап-шоу на новом канале. Кому же достанутся 50 тысяч гривен? Хотите знать? Не пропустите стендап-шоу на следующей неделе. И помните, что стендап-шоу это как сцена допроса Шерон Стоун в основном инстинкте. Посмотрев один раз, хочется смотреть снова и снова. Я Андрей Шабанов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова